Бог хочет исцелять больных Но удивительно то, что мне Бог дал понимание Что Он хочет исцелять больных через телевидение Я ощутил, что Господь захотел, чтобы я молился Об исцелении телезрителей Вы знаете, нет преград Нет преград между нами Даже если вы находитесь за тысячи километров Это не преграда Дух Святой движется там, где вы находитесь И во время молитвы, когда мы молимся Сила Божья, она приходит именно туда Где находитесь вы Именно в этих передачах Я буду молиться за больных Я буду молиться за разные заболевания Чтобы сила Божья приходила в дома Приходила в квартиры Чтобы сила Божья приходила туда, где находитесь вы Помните, что Дух Святой вездесущий И Он в этот же момент находится здесь Рядом со мной, в моей студии И Он находится прямо там, где находитесь вы Рядом с вами Я верю, что помазание, которым Бог помазал меня Оно проявится в исцелении больных по всему миру Через телевидение Поэтому сегодня начинается цикл молитв Которые будут проходить каждые выходные Для того, чтобы люди, которые не могут сегодня приехать в Киев Могли получить свое исцеление Находясь у себя дома Помните то, что я скажу сейчас Бог очень любит вас И Его любовь Она проявится в том, чтобы прикоснуться к вам И фактически исцелить вас от вашей болезни Исцелить ваше тело Поэтому сегодня, друзья Приходит особенное время Я думаю, наверное, это тот момент Когда вам стоит позвать к телевизору своих близких, родных А возможно даже соседей Для того, чтобы сейчас Те, кто больны Те, кто нуждаются в исцелении Могли пережить Божью силу Могли пережить исцеление Я знаю, что кто-то получит исцеление Именно в этой молитве С первого раза Кто-то со второго Кто-то с третьего Но я точно знаю, что те Кто будут молиться вместе со мной Каждую субботу и каждое воскресенье И просто мы будем соединяться в одной вере Эти люди обязательно переживут Божью славу на себе Посмотрите, что говорит Писание Восьмая глава Матфея С первого стиха Когда же сошел он с горы За ним последовало множество народа И вот подошел прокаженный И, кланяясь ему, сказал Господи, если хочешь Можешь меня очистить Иисус, простерша руку Коснулся его и сказал Хочу Очистись И он тотчас очистился От проказы Дорогие друзья Первые три стиха Восьмой главы Говорят о серьезном послании В жизнь каждого из нас Вопрос Хочет ли Бог Исцелить вас От вашей проказы Возможно Это рак Возможно Туберкулез Возможно Астма Возможно Артрит Или артроз А может Это сердечно-сосудистые заболевания Может Это вирус в крови Послушайте Что бы это ни было Бог отвечает нам Через свое слово Сегодня И говорит Я хочу Исцелить тебя Я хочу Чтобы ты очистился От своей болезни Поэтому Сегодня Этот прекрасный день Когда мы будем Молиться Я прошу вас сейчас Чтобы Вы пребывали В благоговении Чтобы ничего вас Не отвлекало Потому что Дух Святой Он джентльмен Дух Святой Он очень нежный Он очень чувствительный И Если вы создадите Для него Атмосферу Если вы создадите Для него сейчас Условия В своем доме В своей квартире Создадите этот Трепет Эту тишину И будете Внимательны Я знаю Что он придет И вы переживете Божью силу Прежде чем мы продолжим Я бы хотел Чтобы мы Посмотрели вместе Сюжет Исцеления Про одну женщину Которую зовут Мария Бог исцелил ее От астмы Которая Она болела 40 лет Давайте посмотрим Это свидетельство И продолжим Я работала В строительстве Штукатуром Малером Работала Все хорошо Было Еще молодая Здоровая Ну а потом Простыла Ну и простывшая Немножко работала Потому что Надо было сдавать Объект И мы же такие Были Активные сильно Ну а потом Уже ночь У меня схватила Такая простуда И такая задышка Проключилась Что Вызвали скорую Ну и с этого момента И начались Мои проблемы Большие Мария Александровна Не ожидала Что ее трудолюбие Обернется для нее 40-летними мучениями Сразу Поставили бронхит Вот Ну потом уже Перешло в хронический Ходила В больницу И мне Назначили на дом Медсестру Которая приходила Мне уколы Делала Ну там же и таблетки Все Я целый месяц Болела Потом после этого Часто лежала в больнице Еще было у меня Воспаление легких Несколько раз Она стала дышать Плохо Задыхаться Очень часто Перед работой В больницу ходила Там ставила Там уколы Капельницы И все равно Шла на работу Вечер Приходил И вечером Было плохо А вот Ночью Еще хуже Три часа ночи Меня как Как будто бы Подымал кто-то И начиналась Вот такая вот Задышка большая И это Когда вот она Еще с кашлем была Это вот такие Рези Вот В бронхах Рези были Прямо Такие Как ножом Как будто Кто-то полосует Полосует Врачи диагностировали У Марии Александровны Хронический бронхит С астматическим Компонентом Уже где-то В 80-х годах Уже признали У меня астму Вот И прописали Вот этот ингалятор Сабутамол И если Врачи Говорили Что 3-5 раз В сутки Положено Этим пользоваться То У меня 10-15 А если Простыну То и больше 20 Мы как бы Стали переживать За нее Говорим Мам Ну ты может Хоть через раз Или как-то Она говорит Вы представляете Мне такое чувство Что я уже Просто не вдохну Второй раз Если не принять Вовремя Лекарства Мог бы быть Летальный Исход Потому что Воздуха Не хватало Не было Чем дышать И вот я помню То, что Вот именно Ее заходы Ни в сарай Никуда То есть Никакое физическое Упражнение И она сразу Начинала вот так Дышать и брызгаться Тяжело было В эти моменты Очень тяжело было Да Вообще Как вспоминаю Так Мы за нее Очень переживали Всегда Очень Как бы Искали какие-то Методы Как лечиться Но как Врачи Ничего не могли Нам подсказать Ничего Вообще Не могли Предложить Жизнь Марии Александровны Зависела полностью От лекарств Казалось Можно было бы Смириться Но однажды Семья Увидела Канал Возрождения Зарождалась Надежда И когда В их родном городе Открывался Духовный центр Возрождения Мария с дочерью Решили пойти Пошли Пошли На открытие Там я И покаялась Вот Ну и потом Уже Все это время Мы уже ходили В свою церковь Узнав О горе Моисея 2015 В Киеве Мария Александровна Принимает решение Зарегистрироваться На обучение Это действительно Ее единственный Шанс Это единственный Способ Когда она Может Получить исцеление Ну и я знаю Что мама Не могла Этой Возможности Не взять И мы с дочерью Поехали на колледж Гора Моисея 2015 Зашла в зал И у меня Вообще Душа Переполнилась Эмоциями Все Рукоплещут Все Поют Все Эмоции И радости И все это Переполняла Во время молитвы На колледже Мария Услышала И пережила То Чего ожидала Долгих 40 лет Хронические болезни Смертельные болезни Во имя Иисуса Пусть они будут Истреблены О мой Бог Аллилуйя Аллилуйя Только что Исцелился Человек У которого Астма Только что Было исцеление От астмы Во имя Иисуса Полное исцеление Аллилуйя Ну вот Когда Произвучало Слово знания От апостола Мунтиана Что он сказал Исцеляется Астма Нас это так И в эту же ночь Я уже не Не пользовалась Ингалятором То обычно Я кручусь Пока найду место Это самое И все равно Брызну А это Прям забыла За него Жизнь Жизнь Как говорится Новая Началась Что Я Независима От этого Ингалятор И я счастлива Что теперь Я могу Жить полной жизнью Что Могу В магазин сходить Сумку пронести По лестницам По ступенькам Ходить Ну и физическую Такую работу В огороде Могу делать Ну мне кажется Она может Все теперь Она все делает Она бегает за нами Как бы там Вообще Как девочка Надо на троллейбус Подбежать Вперед Подбежала Там Туда Сюда Я благодарю Господа нашего Иисуса Христа За то Что он меня исцелил За то Что дал новую жизнь Полноценную Это совершенно Не тот человек Который был раньше Я сейчас получила Свободу Радость Счастье И на полноценный труд Сейчас Когда вы посмотрели Это свидетельство Каждый из вас Вы должны осознать Болезни Которыми люди болеют Сорок лет Они не вылечиваются И они не исчезают Но Бог Может Исцелить Насколько долго Вы болеете Это не имеет значения Итак Дорогие друзья Сейчас во время молитвы Когда я призову Духа Святого Вы должны помнить Расстояние Для него Не является преградой Он придет Прямо туда Где вы находитесь Во-вторых Вы должны знать Что когда Дух Святой придет И прикоснется к вам Вы ощутите тепло В той части тела Где у вас болезнь В этот момент Когда тепло пройдет По вашему телу Вы должны знать Что вы исцелены И сразу же делаете то Чего вы не могли сделать Сегодня Наша молитва Она будет За болезни Разного характера Но особенно Мы будем молиться За тех У кого астма У кого туберкулез У кого проблема С бронхами И конечно же За другие болезни Я Прямо сейчас Прошу каждого из вас Попросить Духа Святого Что он пришел В вашу комнату И я молюсь За ваше исцеление Дорогой Дух Святой Во имя Иисуса Христа Прямо сейчас Мой Бог Войди В дом каждого Кто смотрит Эту телепередачу Во имя Иисуса Дух Святой Я знаю Что для тебя Нет преград И прямо сейчас Я Чувствую Твое помазание Я благодарю Тебя Господь Каждый раз Когда Я призываю Тебя Ты приходишь Каждый раз Когда я прошу Исцелить Ты Исцеляешь Я очень Благодарен Тебе Господь И сегодня Я прошу Чтобы ты Исцелял Больных По всему миру Так как Ты это делал Уже много раз Поэтому Прямо сейчас Я молю тебя Коснись Дух Святой Коснись Твое помазание Пусть оно Наполнит Дом Пусть оно Наполнит Квартиру Каждое место Где находится Телезритель Во имя Иисуса Боже Твоим Прикосновением Сегодня Разруш Проклятие Болезни Задняя Сторона Бедра Прямо сейчас Там Исцеление Была Какая-то Проблема Там Травма Что-то Произошло Сейчас Бог Исцеляет Этого Человека Во имя Иисуса Боже Я благодарю Тебя Спасибо Тебе Человек У которого Травма Копчика Прямо Сейчас Получает Полное Исцеление Во имя Иисуса Христа Бог Дает мне Слово Знания Друзья Я знаю Что сейчас Дух Святой Исцеляет Больных Меня Смотрит Человек Который Болен Почками У вас Сильнейшее Воспаление И обе Почки Они Очень Сильно Воспалены Прямо Сейчас Дух Святой Как будто Обвязывает Вас Шарфом Как будто Это происходит Физически Вы чувствуете Как это Тепло Оно Окутывает Вас В пояснице Прямо Сейчас Спасибо Тебе Драгоценный Дух Святой Я благодарю Тебя Я прошу Тебя Господь Двигайся Твоим Помазанием Пусть Твоя Исцеляющая Сила Мощно Движется Прямо Сейчас Человек Которому Вырезали Аппендицит И У вас Какая-то Проблема После этого У вас Что-то Происходит Там И Не Заживает Прямо Сейчас Бог Прикасается К вам И вы Получаете Полное Исцеление Будьте Здоровы Во имя Иисуса Спасибо Тебе Господь Я Благодарю Тебя Аллилуйя Аллилуйя Дух Святой Я Благодарю Тебя Пусть Пусть Сейчас Твое Помазание Божие Проходит По телу Пусть Твое Помазание Движется Божие И Исцеляет Больных Великий Бог Пусть Твое Помазание Божие Сегодня Разрушит Всякое Проклятие Болезни Всякое Проклятие Болезни И Во имя Иисуса Я Разрушаю Сейчас Родовое Проклятие Болезни И Человек Который Имеет Родовое Проклятие Туберкулеза В вашем Роду Болели Этой Болезнью Прямо Сейчас Я Разрушаю Проклятие Туберкулеза Во имя Иисуса Христа Будьте Исцелены силой святого духа во имя иисуса сейчас прямо вдохните очень глубоко и выдохните из себя вы полностью здоровы во имя иисуса я благодарю тебя есть мужчина у которого воспален в районе шеи вот ключицы там лимфоузел прямо сейчас полное исцеление произошло я благодарю тебя еще женщина у которой по подмышкой прямо сейчас там как будто на шарик надутый воспаление лимфоузла прямо сейчас полное исцеление то что происходит у вас подмышкой прямо сейчас бог исцеляет вас во имя иисуса божий я благодарен тебе за твою великую силу спасибо тебе великий бог прямо сейчас дух святой пусть будет разрушена проклятие онкологии во имя иисуса я разрушаю сейчас проклятие онкологии и я повелеваю дух рака убирайся вон во имя иисуса оставь тело оставь это тело во имя иисуса и не прикасайся больше не прикасайся больше о не прикасайся больше во имя иисуса друзья сейчас сила божья двинулась в исцеление раковых больных исцеление от онкологии есть мужчина который сейчас исцеляется и у вас исцеление конкретно вашей простате прямо там этот воспалительный процесс прямо там это опухоль во имя иисуса будьте исцелены женщина сейчас также исцеляется сейчас вот эта часть низ живота бог исцеляет человека женщина исцеляется прямо там ваша проблема это шейка матки прямо сейчас там исцеление во имя иисуса во имя иисуса будьте исцелены я благодарю тебя господь человеку которого у которого проблема в ноге, и у вас онкология в ноге, и прямо сейчас Бог исцеляет вас во имя Иисуса. Будьте исцелены. Я благодарю тебя, Господь. Еще один человек сейчас получает исцеление. Этот человек страдает, и у вас эта проблема онкологии прямо в районе глазного яблока, прямо там у вас эта опухоль. Прямо сейчас во имя Иисуса Христа будьте исцелены. Ваша голова, которая была поражена сейчас прямо во имя Иисуса Христа, примите полное исцеление во имя Иисуса Христа. Исцеление приходит в вашу голову. Я благодарю тебя, Боже, спасибо тебе. Спасибо тебе. Бог показывает мне человека, у которого онкология в почке. И вот сейчас, в этот момент, вы ощущаете какую-то боль резкую, и огонь прямо там. Будьте исцелены во имя Иисуса. Бог прикасается к человеку, у которого проблема с мочевым пузырем. Во имя Иисуса Христа примите сейчас полное исцеление, положите руку на низ живота. И сейчас я прошу все те, кто имеют сегодня веру, кто экрана телевизора, и вы молитесь вместе со мной. Дух Святой сейчас в вашей комнате. Он прямо рядом с вами. Положите руку на больное место. Во имя Иисуса Христа примите исцеление. Иисус говорит, хочу, чтобы ты был исцелен. Это его воля. Прямо сейчас я молюсь за тебя. Дух Святой, казнись во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Какая бы ни была проблема, какая бы ни была болезнь, не имеет значения. Сила Божия прямо сейчас движется и разрушает власть этой болезни. Полное исцеление во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Прямо сейчас. Будьте исцелены силой Святого Духа. Господь, я молю Тебя за каждого телезрителя. Пусть Твоя исцеляющая сила сегодня движется мощным образом. Есть человек, у которого проблема в правом ухе. Бог исцеляет вас. Спасибо Тебе, Боже. Аллилуйя. Аллилуйя. Друзья, Бог дает мне Слово Знания сейчас. И помазание двинулось. И это область поджелудочной железы и селезенки. Вот в этой части прямо сейчас вы чувствуете тепло. И Бог касается вас. Исцеляя вас. Боже, спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Аллилуйя. В желчном пузыре сейчас был камень. Прямо сейчас этот камень исчезает. Спасибо Тебе, Господь. И, Боже, мы обещаем воздать Тебе славу. Мы обещаем воздать Тебе хвалу. Я молю Тебя, Господь, за каждого человека. Боже, и мы все вместе будем прославлять Твое имя. Возвеличивать Тебя. Спасибо Тебе за Твое исцеление, Господь мой. Пусть это помазание, Боже, оно пребудет в комнате. Оно пребудет в этом доме. Пусть это помазание, Боже, оно будет наполнять дальше и дальше. И я всякий дух болезни, я изгоняю из этого дома во имя Иисуса. Дух болезни и немощи, дух усталости. Эти демоны-вампиры, которые вытягивали энергию. Прямо сейчас я изгоняю вас, злые духи, из этого дома. Убирайтесь прочь во имя Иисуса. И сейчас кому-то Бог говорит, это слово знания, кому-то Бог говорит прямо сейчас, что пришло время найти мир в своем сердце. Дьявол использует свое оружие, стресс, для того, чтобы вы постоянно болели. И прямо сейчас Бог исцеляет вас. И прямо сейчас Бог говорит к вам, найдите мир в Его слове, в Его присутствии. И будьте здоровы до конца своих дней во имя Иисуса. Храните себя от стресса. Боже, я благодарю Тебя. В этот момент, Господь, когда мы молимся, я очень молю Тебя, прошу Тебя, Господь, по всему лицу земли, где бы сегодня не находился этот человек, который смотрит нас по телевидению, который нуждается в Твоем исцелении. Пусть он будет исцелен сегодня Твоей силой. Пусть сегодня произойдет Твое чудо в его жизни. Потому что для Тебя нет преград, нет расстояний. И сегодня Ты мощно действуешь для исцеления. Спасибо Тебе, великий Бог. Я благодарю Тебя. Аминь. 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 Дорогие друзья, я благодарен Богу. И сейчас, когда я молился, я чувствовал это Божье движение в Слове Знания. Каждый раз, когда Бог дает мне Слово Знания, это происходит. И это происходит. Друзья, несмотря на расстояние, несмотря на то, что я говорю с экрана телевизора, несмотря на то, что я нахожусь в своей студии, все это не играет никакой роли. Роль играет одно — помазание, которым Бог помазал меня для исцеления больных. И сегодня Твой день. Сегодня в самом деле новое время. Итак, дорогие друзья, я прошу вас, проверяйте себя. Возможно, вам нужно пойти в больницу и пройти обследование. И я хочу, чтобы вы обязательно написали мне свое свидетельство, сообщили мне о том, как вас Бог исцелил. Я буду ждать вашего письма. Вы можете писать на e-mail, который вы видите на экране. Я лично буду читать каждое письмо. Я хочу прочитать ваши свидетельства. Поэтому я жду ваших писем. Пишите, пишите и прославляйте Бога, свидетельствуйте всем. Вы исцелены. Слава Божья да пребудет на вас. Встретимся через неделю. Аминь. Тысячи людей уже получили свое чудо. Мы будем рады услышать твою историю. Звоните нам по телефону. Плюс 38 093 546 80 93. А также пишите на почту, указанную на экране. Владимир Мунтян. Собака. Дорогие друзья, я хочу сказать каждому из вас, насколько дорого сегодня участие каждого партнера в распространении Евангелия. Сегодня каждый человек, который становится партнером, он расширяет границы Евангелия. Мы проповедуем сегодня и наш телеканал, он сегодня нуждается в поддержке для того, чтобы мы могли проповедовать больше, для того, чтобы мы могли проповедовать дальше, для того, чтобы мы достигать могли новых и новых людей. И я прошу тебя, мой друг, обязательно стань партнером, стань тем, кто будет поддерживать мои руки для проповеди, для того, чтобы телеканал Возрождения достигнул тех, кто не спасен. Давай будем вместе делать Божье дело. Ты для меня очень дорог. Я молюсь за тебя, чтобы Бог явил свою славу на твоей жизни. И для меня будет очень ценно, если ты станешь партнером, и мы вместе, как одна команда, будем проповедовать Евангелие по всему миру. Да благословит тебя Бог. Аминь. Чтобы стать партнером телеканала Возрождения, звоните прямо сейчас по телефону. Плюс 38 067 457 33 00. Субтитры создавал DimaTorzok